Всем привет! Я решила записать отзыв по курсу «Как создать онлайн-школу за 5 недель на Топлинке» от Елены Чумовой. И я скажу, что я осталась под огромным впечатлением. Это был очень трансформационный этап в принципе для всех интернет-жителей и в принципе для всех, кто пытается что-то сделать в пространстве дистанционного характера. И было очень много эмоций. Были эмоции «А, круто, я вот это вот научилась!» Или было «А, я не понимаю, у меня ничего не получается!» Или «А, нужно опять ждать 24 часа для регистрации домена!» Или «Нужно опять что-то делать и ждать!» То есть Елена, она не просто объясняет, что такое Топлинк, как там, чего загрузить. Она даёт много дополнительных сервисов, которые помогут не просто функции Топлинка. Тут мы поставили видео, тут мы поставили фото, тут мы галерею картинок загрузили, карту. Как бы это всё понятно интуитивно, я знала, что есть эти функции. Но то, что это можно сублимировать с другими сервисами, я даже не подозревала. И в принципе даже самый первый урок, в котором говорится о том, что на бесплатной версии можно поставить себе какой-то дизайн. Я не знала этого. То есть у меня был уже аккаунт, я пыталась фото раскрутить. Ну, это, конечно, громко сказано, да, раскрутить. Я сделала какой-то сайт, в котором я что-то написала, и никого вообще, ни одной заявки никогда не было. Вот. А теперь у меня есть сайт уже не по фото, то есть фото – это был первый этап. А теперь у меня есть сайт, в котором я обозначила вообще, чем я занимаюсь по жизни. Я решила просто дополнить всё, но основная тема – это всё-таки астрология. И Елена делала просто нереальные вещи. Я спрашивала нескольких человек, то есть я показала им скриншот, Елена, там, все дела, ссылку на её сайт. Они говорят, ну, она мне не внушает доверие. Я говорю, я не знаю, я почему-то за потоком, я в неё верю. Я верю, что она действительно сделает эту систему, потому что Елена была не первым человеком, которому я пошла на обучение, на тему того, как создать онлайн-школу, и осталась под дико негативным результатом относительно первого учителя, который очень долго всё это было как-то мутновато. У Елены всё очень живо. То есть она человек-реальная батареечка, которая, помимо того, что она сама что-то делает, она ещё всех подгоняет и мотивирует. То есть это очень трансформационный курс. И вот эта вот энергия, которую она получает от людей, от вот этих благоприятных отзывов, они действительно искренние, потому что она реально делает полезную для людей вещь. Каждый понимает сейчас то, что сложно в мире жить, и работать на работе уже мало кто хочет. Хочет каждый человек заниматься тем, что ему действительно нравится. И для этого нужно создать грамотный сайт, в котором будет красиво, легко, чётко и понятно, чем человек занимается. Можно посмотреть его отзывы. Мы интегрируем большим количеством сервисов. Мы интегрируем... Я не буду уже их называть, потому что мало ли их заблокируют. С большим количеством сервисов дополнительных, в том числе ВКонтакте, можно собрать сбор данных. Можно делать рассылки. Можно делать видео. Можно делать... Короче, можно делать всё, что угодно. Можно делать многостраничный сайт. Ты тебя перебрасываешь из картинки в картинку, из картинки в картинку. Ты можешь вернуться назад. Есть огромная история с HTML-кодами, которые вообще дают нереальные возможности. И недостаточно сложные они на самом деле в эксплуатации. И я хочу показать, что у меня получилось. И, в принципе, почему я осталась так довольна всем этим мероприятием. То есть внутри сайт, как бы вот так, да, выглядит сайт, в котором много всяких кнопочек. Я уже понимаю, что я буду что-то редактировать, да. То есть я добавила текст. Изначально вообще тут был только вот этот вот текст, да. Вот эта вот вещь, которая меняется по дням недели. Потом я решила добавить в видео презентация курса по ведической нумерологии, который я уже жду, когда мы начнём. И вот это вот форма для обратной связи. То есть если человек потом захочет получать рассылку. Очень важные моменты, которых я не знала и не представляла, потому что не все это используют. И, оказывается, не использовать их может караться законом. Да, договор оферты и политика конфиденциальности. Соответственно, если мы на них нажимаем, мы получаем юридическую информацию, да, что вот эти вот данные, которые человек заполняет, они будут использоваться только в рамках сайта. Договор оферты, который вызывал огромную бурю, эмоции, потому что юридически подкованные люди, которые уже не первый год вот в интернете и во всём этом, они знают, что, как, куда. Человек, который работал 10 лет на одной работе, он просто не представляет, что это такое. Вот. И мне даже девушка из чата позвонила сама. Она даже не представилась. Она говорит, так, давай, всё, вот это вот сюда, вот это вот сюда, вот это вот сюда. И огромная благодарность, потому что я, в принципе, не подозревала, что это такое. И на самом деле это очень серьёзная вещь, в которой нужно знать, что именно нужно понимать, да. И мы видим, что тут 14 страниц текста, и нужно как бы работать над какими-то определёнными пунктами. Если человек, в качестве того, если человек становится самозанятым, да, то ему нужно там что-то поменять. Должны быть свои какие-то названия, фирменные названия дать. Причём это не зависит от того, зарегистрированный человек как ИП или нет, да, свои контактные данные, данные банка и так далее, что всё это официально уже идёт. Вот. И вот эта вот форма позволяет соглашаться с политикой конфиденциальности, да, что это не будет использоваться куда-то ещё, это чисто для внутренних целей, для того, чтобы потом делать рассылки. Вот. Есть кнопочка «Обо мне», да, можно вот такие вот всякие значёчки делать прикольные. Можно сидеть и, на самом деле, сутки просто вот это залипнуть и смотреть, какой мне значок больше нравится. И ты чувствуешь отклик, вот это вот мне нравится, вот это вот нет, надо искать что-то другое. В целом можно работать и над самим дизайном. Ну, я вот тут только вот такую красивую плашечку сделала. Вот. И я описала, кто я, что я, что вы можете сделать на этом сайте. И, соответственно, кому будет интересно, человек может подписаться в группу ВКонтакте, подписаться на YouTube-канал, посмотреть, послушать, всё, что угодно может сделать, да. Огромная вкладка обо мне, отзывы о моей деятельности, консультации, прайс, в принципе, можно добавить, да, как всегда можно что-то добавить. Как это выглядит внутри? Во-первых, у меня не одна страница, у меня уже вон какое количество страниц. И вот это вот всё даёт реально чёткое понимание того, что это достаточно большая работа. Я могу переключаться на каждую страницу. Например, бесплатные лекции, да, я смотрю, я туда сгрузила видео, написала текст, сгрузила видео, добавила ссылку на главную, добавила ссылку на себя, получить доступ к курсам, разворачивающиеся менюшки, всякие разные. Главное, как выглядит, это аватарка, которая цепляется из контакта или можно загрузить своё имя, текст, то есть, кто я как себя позиционирую. Вот эта вот вещь выглядит вот так. То есть, тоже много всяких разных нюансов нужно нажимать, да, работать над шрифтом, текстом, это кнопочка. Что ещё было интересно, вот это вот менюшка, да, вопрос-ответ, то есть, всё вот это вот прописано вручную, это не просто вот так вот, что у тебя тут кнопочка вылетела, а вот это вот расписание по дням недели, которое мне изначально думало, как же можно эту функцию использовать. А использовать её можно вот, когда что-то идёт конкретно по каким-то дням, да, можно ещё добавить таймер. То есть, в принципе, функции огромное количество. Вот такие истории возникают. То есть, это реально круто. Я скажу так, и я стала безумно довольна, что у меня всё-таки получилось создать вот этот сайт, на котором достаточно большое количество возможностей. И, конечно, я реально верила, что получится и рассылщик подключить, и всё остальное. Я осталась очень довольна.